Мемы не создают, Люкс. Мемы даются тебе свыше. Богом, Аллахом, Будой. Или, может, Тор бросает Мьёльнир и бум! Вот перед тобой мем. Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротком. С вами Кин, и пришло время заклеивать камеры. Киберсталкер. Знакомьтесь, Люка. Он же Люкс. Я же вне категории. Ни Фейсбука, ни Инстаграма, ни Снапчата. Самый анонимный аноним. Люка только поступил в высшую школу информационных технологий. И, стараясь не выделяться и попасть в школьный клуб, Люка как раз таки выделяется. 3, 14, 15. 9, 2, 6. Точняк. Знаю, надо было остановиться, но меня словно прорвало. Но вместо восхищения в свой адрес он становится жертвой злой шутки Алекса, главаря школьного клуба. Бегать. Чувак, это тебе, нашему безумному победителя. Но Алекс еще не знает, что сыграв злую шутку с Люка, он совершил главную ошибку. Он нажил себе врага-хакера с невероятными способностями ко взломам. И теперь уже Алекс становится жертвой Люка. Да, за 4 секунды я узнал его пароль. Но не только Алекс попадает под внимание парня. И небольшая стычка в скором времени превращается в целый взрыв взломанных устройств и разрушенных жизней. Киберсталкер. Сразу оговорюсь, если все получится, то в конце этого обзора я постараюсь вставить нарезку из реакта первой серии Киберсталкера. Начнем с одной забавной ситуации. Несмотря на то, что этот мегагодный, по моему личному мнению, сериал вышел еще в 20-м году, на ютюбе на него нет ни одного обзора. И есть только одно упоминание. И это означает два момента. Первое. Сейчас вы, скорее всего, узнаете для себя про новый сериал. И вам будет что глянуть в ближайшее время. Второй момент. Этот обзор, скорее всего, вообще не соберет просмотров. Так как сериал несправедливо не популярен. Обычно я это делаю в конце. Но попрошу сейчас поставить лайк и оставить любой комментарий. Ну и если вы не подписаны на канал, то буду благодарен за подписку, чтобы хоть как-то продвинуть это видео. Но вернемся к сериалу. И на самом деле, хоть я и живу в мире сериальных новинок. Назовем это так. Но так же, как, скорее всего, мимо вас, Киберсталкер прошел и мимо меня. Возможно, потому что это французский проект. А французские проекты без громких имен и как таковой афиши у нас остаются незамеченные. Под грифом совершенно секретно. Да, я бы, наверное, и сам не узнал про этот сериал, если бы не Инстаграм, где в разных группах выкладывали его фрагменты. В основном эти фрагменты, где Люка по памяти называет число Пи и где он взламывает кролика-преподавателя. Ну и там, как обычно, название ищи в Телеграме или еще где-то. Ну вот, теперь вы знаете. Это Киберсталкер. Вообще, если кто не в курсе, Киберсталкинг это использование интернета для преследования или слежки за человеком. И ближайший сериал, попадающий под это определение, это Ты от Нетфликса, с которым я начал знакомство уже после Киберсталкера. И да, в чем-то они похожи, только Киберсталкер сконцентрирован не столько на отношениях, сколько именно что на способностях Люка. Да, в Киберсталкере тоже есть и любовь, и интриги, и измены, но все же одаренность парня, вот что является центром сериала. Вообще, ознакомившись с описанием, я почему-то подумал, что Люка будет кем-то вроде Человека-дождя от мира Кодинга. Но нет, Люка оказывается далеко не таким светлым и добродушным парнем. Он умен, самоуверен и местами даже дерзок. Сколько нужно времени? Часа два. Неделю. И вот что-что, а он точно не брезгует воспользоваться своим талантом ко взломам. Но все это делает его более реалистичным в плане поведения. Ведь, будем честны, если бы мы могли шпионить за кем угодно при помощи камеры телефона, ноутбука или планшета, неужели бы мы не воспользовались этой возможностью для собственных целей? Мне-то вы можете соврать, что нет, мы не такие, я не такой, никогда бы так не сделал. Но признайтесь сами себе. Так, поднимаем руки. Все. Также не могу не отметить, что мне понравилось, что это атмосферная, локальная история. То есть нас не бросают по всему миру, по разным школам, а Люкс не взламывает Пентагон. Все дело происходит в кампусе и его округе, из-за чего проще сконцентрироваться на происходящем. Касательно актеров, персонажей, также никаких претензий. Единственное, что в каких-нибудь будущих сезонах я бы хотел увидеть предысторию Люкса. К сожалению, этому совсем не уделили время. А как ни крути, все-таки интересно, откуда у парня такой талант и как начиналась его карьера киберсталкера. Да, и насчет продолжений. Есть небольшой инсайт. В инстаграме я связался с исполнителем роли Алекса Пабло Кобо. И узнал у него, что второй сезон готовится, но даты выхода пока нет. Касательно музыки, есть пара интересных моментов, но в основном ничего такого запоминающегося. А вот с озвучкой придется повозиться. В основном, когда я рылся по сетям, я натыкался на любительскую озвучку Октопус. Против него я ничего не имею, но у сериала есть официальный дубляж от студии Марафон. Сталкинг. Шпионаж. Слежка. Запугивание. Сталкер это Охотник. Название я оставлю в описании. И чтобы вы не подумали, что это реклама, я скажу так. Я смотрел сериал на одном официальном киносервисе. И нет, это не Кинопоиск. Но чтобы его посмотреть, мне пришлось купить нулевую подписку. В общем, к чему я это все? Ищите озвучку Марафон. Ну а теперь главный минус сериала, хотя в то же время и плюс, это продолжительность. А именно, длительность каждой из 10 серий колебается от 19 до 25 минут. К минусам я это отнес, потому что сериал очень атмосферный, но все происходит очень быстро. И буквально себе всмотреть сериал, он уже заканчивается. Так как продолжительность у всего проекта в целом 3 часа 50 минут, которые пролетают просто незаметно. Но в то же время, если вы просто ищете, чтобы глянуть на вечерок, то для вас будет в самый раз. Само собой, в сериале есть и маленькие глупости, но они относятся к спойлерам. И в целом, на восприятие картины они не влияют. Да, и наверное, стоит оговориться, я не шарю в кодировании. А поэтому, даже если Люка вбивал в компьютер какой-нибудь рецепт доширака, то все равно это смотрелось очень круто. Ну и на этом, подведем итог. Незаметно для многих вышедший Киберсталкер довольно атмосферный локальный проект, поднимающий тему незащищенности нас и наших данных. И показывающий, что жизнь человека можно сломать всего лишь в несколько кликов. На самом деле, еще после истории со Сноуденом, вебка вызывает у меня некоторый дискомфорт. Из-за чего я держу ее перевернутой. Ну а после таких сериалов, вообще охота заклеить все, что только возможно. Киберсталкер Ну а на этом у нас все, и всем большущее спасибо за просмотр. И еще раз, если вам понравилось данное видео, то поставьте свой киберлайк и подпишитесь на канал. Ну а в описании для вас я оставлю ссылки, по которым вы при желании можете поддержать канал. Также я оставлю основную информацию о сериале. И ссылки на мой инстаграм, вдруг кому интересно, и группу ВК, в которой мы выкладываем различные новости кино и сериалов. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов, и увидимся в следующей серии. Пока. И если все получилось, там сейчас дальше будет реакт. Пока. Сталкинг это оружие, но им нужно уметь пользоваться. И еще раз всем привет. Сейчас я в первый раз буду смотреть первую серию первого сезона Киберсталкера. Я еще не знаю, что меня ждет. И так как я не особо мастер реакта, то возможно я всю серию просто просижу с никакущим ебаником. Сразу прошу прощения, я не знаю, что там будет и как все пройдет. Смотрим. Сериал Симоны Буисона. Ой, надпись мигающая. Вся хромкость. А принимается тут клуб только самых крутых. Так, ну у него есть какие-никакие друзья, это значит, что он уже без какого-то аутистического расстройства, или как это называется? Киберсталкер. Почему Киберсталкер, если просто сталкер? Или просто сталк? Я не помню, как сталк переводится. Это что, смартфон? Или пульта? О, я вот эту вырезку в инстаграме видел, они сейчас будут отгадывать число Пи. И наш, получается, главный герой, он сейчас все цифры отгадает. Ну это такой спойлер небольшой. Все до дна, все до дна! Да, блядь, там умереть можно, если до дна пить. Куда пялишься? Да там не на что пялиться. Типичный аккаунт красавчика. Ну, хрен знает, относительно красавчик. Запись вебка. Привет. Не, не бойся, не заметил. Так, до завтра у меня? А. Блин. Дайте я вебку переверну. Меня что-то после таких видео настораживает эта тема. Ладно, кажется, мне есть чем у вас научить. Люкс, мой кролик хочет тебя поблагодарить. Подойди к нему, пожалуйста. Чувака какая-то шиза на кроликах. Это спиннер. Ого, ого, ого. Блядь, это с 19-го года сериал, да? Это спиннер. Где-то это говно и у меня валялось, если я не выбросил. Ну и все. Что ж. Мне понравилось. Зацепило. Будем смотреть дальше. Держим.